приветствую вас братья и сестры мне очень нравится что в этом гимне в конце говорится постоянно повторяются слова все мои источники к тебе это такая благодать что мы можем приходить богу к нашему постоянному неистащимому источнику и брать него силы и это такая радость что этот источник или один из источников божьего особого благословения это его слово которому мы можем приходить который открывать и через которое господь говорит к нам клайв льюис был такой известный христианский автор писатель философ многим из вас возможно он знаком по его двум самым известным книгам для большинства здесь присутствующих это просто христианство и серия книг таких фэнтези это хроники на армии и вот он однажды говорит такую историю он в одном из своих писем рассказывает интересную историю однажды мой брат ехал в автобусе женщиной и когда они проезжали мимо церкви возле которой поставили вертеп то есть там делают эти фигурки показывающие рождество то эта женщина она воскликнула о боже они они тычутся со своей религией повсюду подумать только они впутали ее даже в рождество причина такого состояния общества и то о чем брат андрей утром говорил когда люди спрашивают цветы готов к рождеству они подразумевают тебя есть подарки или нет и подготовился елку ты сделал там еще что-то имбирный домик построил но чтобы настоящее рождество было причина вот такого состояния общество это искаженное понимание и отношение к писанию и как следствие пренебрежение и отвержение слова божьего и в этот один из первых таких рождественских вечеров я бы хотел снова провозгласить и напомнить всем нам о важных истинах о писании о слове божьем и для этого откройте вместе со мной если у вас есть библии второе послание к тимофею третью главу наш отрывок будет из 2 послания 3 глава с 16 стиха по 5 стих 4 главы тема и моей тема моей проповеди все писание хочу сразу сказать что текст который мы читаем он на самом деле очень богат и за одну проповедь просто невозможно все это объяснить рассказать всю глубину которая здесь показана всех этих богатства этих истин это как айсберг мы ведь только возьмем вот эту какую-то часть вершины этого прекрасного айсберга и и возьмем оттуда несколько важных истин для нас с вами напоминания как я сказал это проповедь провозглашения и напоминания поэтому у меня будет два провозглашения и два напоминания для каждого из нас второе послание тимофею 3 глава 16 и 17 стихи прочитаем весь отрывок все писание богодухновенно и полезно для научения для обличения для исправления для наставления в праведности да будет совершен божий человек ко всякому доброму делу приготовлен и так заклинаю тебя пред богом и господом нашим иисусом христом который будет судить живых и мертвых в явлении его и царстве его проповедую слова настой вовремя и не вовремя обличай запрещай увещевай со всяким долготерпением и назиданием ибо будет время когда здравого учения принимать не будут но по своим прихотям будут избирать себе учителей которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням но ты будь бдителен во всем переноси скорби совершать дело благовестника исполняй служение твое первое провозглашение которое я хотел бы сделать для всех нас напомнить это 16 и 17 стих все писание богодухновенное полезно для научения для обличения для исправления для наставления в праведности да будет совершен божий человек ко всякому доброму делу приготовлен библия это авторитетное истинное достаточное откровение бога библия это авторитетное истинное достаточно откровения бога бог дал нам книгу и бог говорит к нам через эту книгу и бог сказал то что он хотел сказать и бог сказал это ясно потому что мы несем перед ним ответственность за реакцию на его книгу и говоря о библии я хочу напомнить нам четыре характеристики божьего слова четыре характеристики божьего слова это правдивость это объективность авторитетность и достаточность первое это правдивость писание абсолютно истина библия это правда только правда и ничего кроме правды и это вся истина которую бог хотел нам открыть некоторые люди они утверждают о том что нет абсолютно истины что все относительно но если нет абсолютно истины тогда нет и заблуждений нет и ереси все нет добра и зла но если есть абсолютно истина есть только то что верно какой-то один эталон тогда есть ереси тогда если заблуждение и библия это истина в последней инстанции она абсолютно истина она все что в ней это правда все остальные книги религии мира и культов, придуманной людьми и бесами. Все они ложь. Мы читаем, что все Писание Бога вдохновенно. Вся Библия, не какая-то ее часть, вся Библия, она содержит правду, Божью правду, которую Бог вложил в нее. Вторая характеристика Божьего Слова это объективность. Писание имеет объективное значение, заложенное в него автором. Что это значит? Это означает, что есть только одно значение. Есть то, что Бог задумал в этом слове и что оно значит. Нет тысячи толкований, нет тысячи мнений. К сожалению, в нашем мире сейчас мы можем видеть, что каждый толкует Библию, использует так, как ему удобно. Каждый пытается подстроить ее под себя, под свой комфорт. Если я хочу где-то что-то сделать, но эта Библия не разрешает, тогда я подстрою Библию под себя. Найду какого-то толкователя где-то в Индии, он что-то подделает, скажет, что вот так это правильно. Придумаю еще пару легенд, чтобы говорить, что у Библии есть разные толкования. Нет, у Библии есть только один смысл, это смысл, который Бог заложил. Только Библия истинное слово одного истинного Бога, и который себе не противоречит. Все в Библии, оно целостно, оно скомпоновано, потому что Библия это слово Бога. Павел говорит, все Писание Бога вдохновенно, Бог автора этой книги, Бог выдохнул это слово, оно произошло из уст Божьих, Бог вложил его в сердца людей, которые записывали его. И так как это слово Божье, то третья характеристика этой книги это авторитетность. Писание несет в себе абсолютный авторитет Бога, Владыки Вселенной. Писание несет в себе абсолютный авторитет Бога, Владыки Вселенной. Бог стоит за этим словом, это его авторитет. Поэтому когда мы ставим под сомнение библейский текст или авторитет Библии, когда люди это делают, они ставят под сомнение Бога, потому что Бог стоит за своим словом, оно авторитетно. 2 Тимофею 1,21 мы читаем, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Это не выдумка человеческая, это авторитетное слово великого Бога. Это живое слово. И все, что противоречит Библии, любой другой источник откровения, он не от Бога. Когда люди говорят, я получу откровение от Бога, я знаю, у меня особое откровение или еще есть какая-то священная книга. Нет. Библия – это завершенное, целостное, авторитетное откровение Бога. Все, что он хотел сказать, он уже сказал. И поэтому четвертое качество или характеристика Божьего Слова – это его достаточность. Писание достаточно для спасения и полноценной жизни. Мы читаем, что все Писание Богодухновенно и полезно для научения, обличения, исправления, наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Не нужно ничего добавлять. Все, что нужно, есть уже в Библии. Оно исправляет, оно научает, обличает, оно готовит нас к труду, который Бог замыслил для нас, оно помогает нам жить. И единственная обязанность человека – с покорностью принять эту книгу. Реакция человека на эту книгу и на то, что в ней написано, определяет его вечную судьбу. Христианский автор Кевин Ди Янг говорит об этом так. Достаточность Писания не означает, что Библия говорит нам абсолютно все, что мы хотим знать обо всем. Она говорит нам все, что нам нужно знать о самом важном. Писание не дает исчерпывающей информации по каждому вопросу, который оно освещает. Оно говорит лишь истину. И в его словах достаточно знаний для того, чтобы мы отвернулись от греха, обрели спасителя, принимали верные решения, угождали Богу и докапывались до корня всех своих проблем. Оно достаточно. Божье слово достаточно, потому что Бог его автор. И я хочу сразу сказать, что если если у вас есть проблемы с принятием этой истины, того, что Божье слово, Библия это истинное, законченное, совершенное, достаточное откровение Бога для вас, и если вы считаете, что что-то по-другому, вы в этом не верите или вы в этом сомневаетесь, у вас большие проблемы. И по сути вы не можете быть христианином, потому что вы сомневаетесь в Божьих словах в том, что он говорит. И нет смысла двигаться дальше. Поэтому для каждого христианина первый вопрос, и очень важный вопрос, на который нужно ответить, принимаю ли я Библию как достаточное законченное откровение Бога для меня, достаточное для моей жизни и спасения. Второе провозглашение в этом тексте, о котором я хочу говорить, это 4 глава, 1 и 2 стих. Павел пишет это послание Тимофею, и он уже заканчивает свое служение, и он передает свое служение молодому служителю Тимофею, и он наставляет его, и вот что он говорит. «Итак заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царстве Его. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Второе провозглашение – это быть верным Слову Великого Бога. Верность Слову Великого Бога. Интересно, что слово, которое здесь Павел использует как «заклинаю», которое у нас переводено как «заклинаю», оригинальное значение этого слова, оно буквально звучит как «приказываю». Перед лицом Господа беру Господа во свидетеля Бога, который будет судить всю вселенную живых и мертвых. Я приказываю тебе, восприняй это слово серьезно. Возьми это откровение в свое сердце и отнесись к нему очень серьезно, потому что Божье слово настолько же серьезное, насколько серьезен сам Бог во всех его качествах. Я приказываю тебе перед лицом Господа, который будет судить всю землю, чтобы ты был верным этому слову. Говори это слово. Живи по этому слову. Поступай по этому слову, даже тогда, когда это неугодно, когда это неудобно людям. Посмотрите, он говорит, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя. Многие думают, ну это для проповедников. Нет, это в первую очередь можно сказать для проповедников, но это для каждого из нас, потому что мы живем по слову, мы проповедуем слово своими делами, своей жизнью, мы утверждаем и провозглашаем истину. Иногда это невыгодно, иногда это непопулярно или часто это стало уже непопулярно. Он говорит, не смотри на обстоятельства, я приказываю тебе, помни Бога, автора этой книги, который будет судить землю и будь верен слову великого Бога. В любое время, когда удобно и неудобно, когда хотят слушать и когда не хотят слушать, когда принимают, когда отвергают, когда комфортно и некомфортно, будь верен слову, проповедуй это слово. У верующего нет выбора и ситуации, когда он может быть верным слову, а когда нет. У людей нет никакого права решать, что и сказанного Богом важно, а что нет. О чем можно говорить, о чем лучше молчать. У нас нет этого права, мы не авторы. Павел здесь говорит, я тебе приказываю именем Господа. Это Божье слово. Будь осторожен с тем, что ты делаешь, как ты говоришь, как ты относишься к этому слову, потому что тебе отвечать за это слово. Бог будет судить всю землю. Наша верность Богу равняется нашей верности по слушанию Божьему слову и его проповеди. Нельзя говорить о том, что я верен Богу, если я не верен ему его слову. Поверхностная верность слову и поклонение Богу, они, к сожалению, заполнили церковь в эти дни. И по этой причине призыв апостола Павла, он актуален, как никогда. Мы видим, как много ситуаций, когда люди, они не хотят слушать слова, когда многие пытаются подстроиться под общество и проповедуют то, что удобно, то, что приятно. Не говорить на опасные темы, не говорить то, что зацепит чьи-то чувства. О, ты зацепил мои чувства, не говори об этом, меня это осуждает. Мне все равно, осуждает он или у тебя, или нет. Это Божье слово. Если Божье слово тебя осуждает, радуйся, Богу не все равно, но тебя заждусь, а то работает. Это каждый день в нашей жизни происходит. Поступаем мы по этому слову. Верность слову Божьему, она направляется в мелочах. Она начинается с того, что мы верны в том, что мы каждый день имеем постоянное общение с Богом через чтение Библии и молитву. Это верность слову. Все начинается постепенно. И этот призыв, он звучит сегодня к Церкви Божьей, это провозглашение, что мы не имеем права просто сказать, ну, сегодня поменялись времена, и есть такая фраза, ну, жизнь жизнью, а Библия Библией. Нет. Времена пусть меняются, мир пусть сходит с ума, Божье слово не изменилось. И приказ, повеление, которое мы имеем, быть верными Божьему слову, оно остается. Бог не изменился. Будьте верны Божьему слову всегда, потому что вы знаете Бога. Бог авторы этой книги. Конечно, если вы верны Божьему слову, то вы, если вы будете верны Божьему слову во всем, вы будете в меньшинстве. Хотя, наверное, трудно назвать людей, которые находятся на стороне Бога, меньшинством. Поэтому два провозглашения о том, что Библия – это авторитетное Божье слово, и второе – это то, что мы должны быть верными слову великого Бога. И два напоминания. Два напоминания для каждого из нас. Стих 3 и 4. Третий и четвертый стих. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басне». И это напоминание я назвал так. «Пренебрежение, отступление и противостояние». Помните о том, что всегда к Библии будет пренебрежение, всегда будут те, которые отступают от истины, и всегда будут те, которые противятся Божьей истине. И Павел предупреждает Тимофея, он говорит, будет время, когда это произойдет, когда люди будут пренебрегать Божьим словом. Это нелегкое время, а ты будь верным. Вспомните, он говорит, я тебе приказываю быть верным Божьему слову, и он сразу говорит, но я тебе предупреждаю, что будет время, когда тебя слушать не будут, а ты оставайся верным. Мартин Лютер сказал, об этом так. «Величайшее бедствие на земле – это пренебрежение Словом Божьим. Это страшное бедствие, и оно ужаснее всех бед и несчастьй. Ибо вслед за ним, несомненно, идут всяческие наказания, духовные и телесные. Если бы я желал человеку всех горьких бед и проклятий, я желал бы, чтобы он пренебрегал Словом Божьим, ибо тогда все они внезапно обрушились на него. И бедствия в мире, где он живет, и скорби душевные». Пренебрежение Словом Божьим – это предвестие Божьего наказания. Божье Слово, оно пренебрегаемо, от него отступают, ему противятся. Помните, в Римлянам 1 глава есть интересное место, интересная, важная истина. «Когда Бог желает наказать человека, Он позволяет ему поступать так, как человек хочет». Когда Бог желает наказать человека, Он позволяет ему поступать так, как человек хочет. Я думаю, это самое ужасное наказание, которое человек может получить здесь, на земле, когда Бог ему говорит «Хорошо, делай все, что хочешь». И человек идет по пути своей развращенной плоти и получает результат. Посмотрите, это цепочка. Вначале происходит пренебрежение. Вначале человек пренебрегает Божьим Словом, чем-то одним. Пренебрегая чем-то одним, в какой-то момент человек отступает от Божьего Слова. И после отступления он будет противиться Божьему Слову. Отступление от истины – это не процесс одного дня. Это результат многочисленных компромиссов, цена которых верны Слову Божьему. Если вы поставите под сомнение одну библейскую истину, то через некоторое время вы будете сомневаться во всей Библии. Если вы поставите под сомнение одну библейскую истину, то через некоторое время вы будете сомневаться во всей Библии. И этот процесс, который мы здесь видим, пренебрежение, отступление, противление, он произойдет, он может произойти в вашей жизни. И Павел предупреждает об этом Тимофея, говоря, что в это время ты проповедуй. Будь верен Слову, когда люди никто не будут тебя слушать. Интересно, что у Чарльза Спержина, у него есть такая фраза, такое острое, емкое выражение, как бы я даже сказал, пророческое. Я думаю, оно очень подходит к нашему времени сейчас. Он сказал так, придет время, когда вместо пастырей, питающих овец, в церкви появятся клоуны, развлекающие козлов. И, к сожалению, мы это видим сейчас в христианском мире. Популярное христианство, где люди развлекаются, где служители говорят то, что нравится публике, не затрагивают опасных тем, они льстят слуху, они дают людям чувствовать комфортно. Самое популярное христианское движение или организация, даже церковь ее не назовешь, известного лжеучителя Джоэл Остин, около больше 45 тысяч человек они собираются. И чем уникален или популярен этот проповедник? И к тем, что вы никогда не услышите в его проповеди ничего о грехе, ничего об аде, ничего о Божьем гневе и наказании. Там будет только happy, там будет только счастье, там будет только любовь, благодать, радость, а все хорошо. Конечно, он популярен. Он клоун, развлекающий козлов. Потому что то, что Павел говорит, приказывайте пред Богом, помни Бога и будь верен Слову. Я думаю, он пропустил этот текст, когда читал Библию. Насколько важно нам помнить об этом, об опасности, пренебрежении, отступлении, противлении Божьему Слову. Но есть еще одно напоминание. Четвертое напоминание для нас. Стих пятый. Мы помним, вот третий, четвертый стих, когда Павел говорит, «Будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням». То есть он показывает ситуацию, в которой он будет. Тимофей, он говорит, когда люди будут отвергать, не будут слушать ерунду всякую, все, что им нравится, не будут слушать истину. И что он говорит ему? Это такое призывное напоминание. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Это четвертое напоминание для нас. Это «Будь верен, плати цену и доверяй Богу». Дорогие друзья, хочу сказать, что верность Писанию всегда связана с ценой, которую нужно заплатить, когда вы говорите или живете поистине. Невозможно быть верным Писанию и верным Богу и не иметь проблем. Невозможно быть верным Слову Божьему и не нажить себе врагов. Если вы хотите быть христианином, быть верным Писанию и Богу и жить комфортной жизнью, не то христианство вы выбрали. Павел это точно знал. Когда он описывает, сколько он всего пережил, то когда кто-то бы рассказал, что христианство – это такая легкая, счастливая религия, он бы подумал, что они о том говорят. Если мы хотим быть верными, принципиальными, дотошными в следовании Божьему Слову, нам нужно быть готовыми платить цену. Нас будут критиковать, нас будут не любить, отвергать, нас будут бросить, нас будут предавать, нас будут считать бунтарями, будут считать фанатиками. Мир нас будет смотреть как на неадекватных людей, потому что, ну попробуйте вы заявить все истины, которые в Библии сейчас, обществу. Посмотрите на общество, в котором мы живем, которое сходит с ума. Это прямое следствие того, что люди отступили от истины Божьей, от Евангелия. И если вы им сейчас скажете, вы грешники, или будете говорить о Божьем гневе, они сразу что начнут говорить? Дискриминация, они сразу начнут говорить о том, что вы их права, чувства и так далее. Всю эту песню мы знаем. Нам нужно быть готовыми платить цену. Нам необходимо научиться одновременно и любить окружающих нас людей, и быть верными истине. Это часто нелегкое дело, и любить одновременно, и быть добрым, и говорить истину. Это можно представить на такой ситуации, как если вы предлагаете, хотите угостить кого-то кофе, и говорите, вот тебе хочешь кофе, вот горячий вкусный кофе, настоящая арабика, одна ложка сахара без молока. Да, но еще ты грешник, нечестивый, падший, еще тебя заслуживаешь суда и нуждаешься в Божьей благодати. Да, не пролей свой кофе. Это где-то вот так выглядит. Иисус Христос дает нам лучший пример такой жизни, когда любить тех, которые не слушают и не принимают истину, которую ты говоришь, и говорить эту истину. Иисус кормил людей и исцелял их. И в то же время Он говорил людям истину, обличая их грехи, предупреждал о наказании и возвещал о спасении по благодати. Дорогие друзья, будьте верными Божьему Слову. Будьте готовы платить цену за эту верность. И доверяйте Богу. Интересный текст здесь, в этой же 4 главе, 17-18 стих. Павел, заканчивая свое второе послание Тимофею, говорит, «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства ему слава во веки веков». Апостол Павел пишет все это, находясь в холодной камере римской тюрьмы. Он не пишет где-то на курорте, удобно пишет книги, «Нет, он находится в холодной камере римской тюрьмы, покинутый фактически всеми близкими людьми, которые испугались преследований и ожидая близкой казни». Но то, что он говорит, оно потрясающе. Он говорит, «Тимофей, Божье слово серьезно, Бог серьезно, будь верен этому слову, но помни, что мир будет сходить с ума, мир уже сошел с ума, они не будут слушать, они не будут отвергать, «Ты совершай свое служение, ты будь верен Божьему слову, живи по истине и доверяй Богу». Он говорит, «Господь же предстал мне и укрепил меня, когда все это случилось». Он говорит, «Господь дал мне силу перенести это, Господь защитил меня раньше, и я знаю, что Господь защитит меня и в будущем и сохранит для своего небесного царства». Хотя Господь позволил, апостол Павел определил, что это конец его служения и его потом убили. Но Павел доверял Богу. Он знал, что я послушен Божьему слову и я не отвечаю за результат. Я послушен Божьему слову, Бог ответственный за результат моего послушания. Если вы послушны Божьему слову, Бог ответственный за результат. Если мы не послушны Божьему слову, вся ответственность на нас. И Павел говорит Тимофею, «Доверяй Богу, доверяй Богу, доверяй Богу». Мир будет сходить с ума, Доверяй Богу. Думаешь, ты один, пытаешься жить поистине? Нет, ты не один, доверяй Богу. Думаешь, это непопулярно? Ты увидишь, что это непопулярно быть верным Божьему Слову, проповедовать Божье Слово, говорить то, что нужно, поступать так, как Бог говорит. Ты доверяй Богу. Павел знал, что значит быть верным Слову, платить цену и доверять Богу. Его жизнь – это к тому большой пример. Это потрясающий текст. И то провозглашение, которое мы здесь имеем сегодня, и то напоминание, оно так актуально, необходимо в наше время сейчас, когда весь упадок в церкви, который происходит сейчас в христианском мире, и в церквях начинается с пренебрежения Божьим Словом. И все, что мы видим, происходящее – это результат этого. Павел призывает нас быть послушными Божьему Слову, быть верными Его Слову, любить Его Слово, знать, что это Божье Слово, авторитетное и истинное, жить в этом гнилом, порочном, идущем в погибель мире и доверять Богу весь результат, зная, что Бог избавит Бог, завершит свою работу. Мы лишь Его рабы, которые должны быть верными. В эти рождественские дни нам необходимо напомнить себе, что радость рождения нашего Спасителя, ужасающая картина Его смерти, торжество Его воскресения и захватывающие чудо спасения грешника по благодати, стали возможными по той причине, что Иисус Христос, Божий Сын, был верен Божьему Слову, жил по этому Слову, заплатил цену за послушание Божьему Слову и доверял результат Отцу. Библия призывает нас делать то же. Аминь. Давайте помолимся. Продолжение следует... Продолжение следует...